Астрахань Центральная часть Астрахани, его исторически сложившееся ядро, представляет собой остров, омываемый водами Волги, Кутума, Царева и Ерика Казачий. На самом высоком холме – Кремль, спускающийся по левому берегу Волги почти до самой набережной, строительство которого началось в 1558 году с белокаменными стенами, четырьмя глухими и тремя проездными башнями. Кремль – гордость Астрахани. На территории Кремля – Успенский собор, построенный в период с 1698 по 1710 годы, крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым, кубический, пятиглавый, с богато декорированным фасадом и открытой арочной галереей. Именно им восхищался Петр I и повелел такой же храм поставить в Санкт-Петербурге. В нижней его части – Владимирский храм, где находятся мощи святых Иосифа и Феодосия. Во время революции практически весь храм был варварски разграблен. Уничтожены многие святые реликвии. Сегодня Владимирский храм – место паломничества множества верующих людей. Рядом расположен Троицкий собор, построенный в конце 16 века, в честь святого Николая Угодника, покровителя города. И Причистинская колокольня, высотой 90 метров, со старинными часами-курантами. Территорию Кремля опоясывает высокая каменная стена с защитными зубцами и бойницами. В стратегически важных направлениях стоят башни, выполнявшие оборонительные и иные функции. В комплексе это сооружение являлось в те времена настоящей крепостью, неприступной для врага, защитой для города и его жителей. Субтитры создавал DimaTorzok Православная Астрахань впечатляет. Церкви, храмы, часовни видны повсеместно. Часть из них действующие, как часовня Николая Чудотворца, входящий в комплекс разгромленного революции Благовещенского женского монастыря. Часть нет, как знаменитая Белая Башня. Все, что осталось от Спаса Преображенского монастыря. Астрахань – настоящий купеческий город. И начать знакомство с ним можно с генерал-губернаторского дома, построенного в классическом стиле и в соответствии с генеральным планом застройки города. Это хорошо ощущается и на одной из центральных улиц, где все дома прекрасно выглядят и сегодня. Здание, где размещалось училище Агабабова для мальчиков. Бывшая Мариинская женская гимназия, построенная в честь жены Александра II, ныне консерватория. Здание городской думы, в прошлом – реальное мужское училище. И много других, не менее интересных объектов, каждый со своей историей, своим архитектурным решением. Интересно и то, что некоторые современные здания пытаются иногда повторить стиль, ставший уже достоянием истории. Астрахань – город, который известен не только как Южная крепость государства российского, но и как город, подаривший миру творчество Бориса Кустодиева. В одном из сохранившихся старых домов находится картинная галерея. В ней представлено и раннее творчество мастера, его знаменитые портреты в темных тонах. И поздние работы, к которым относятся картины, более светлые, радостные по тону. Скульптуры, наброски и эскизы, картинки из жизни, выполненные карандашами, мелками, а также в манере литографии и готовые работы, оформление книг, создание обложек и иллюстраций. Здесь, проходя по прохладным залам музея, вглядываясь в работы Бориса Михайловича, начинаешь лучше понимать настроение художника, чье творчество шло в переломный, революционный период. В современной Астрахани история города видна на каждом шагу. Любая улица готова рассказ о быте и традициях людей, ее населявших. Например, именно здесь купцы при постройке дома, чтобы подчеркнуть свой статус и вкус, для отличия от других, заказывали себе балконы по особому проекту. Астраханские балконы – произведения искусства. Они придают определенный колорит улицам Астрахани и в наше время. Прогуливаясь по Астрахани, по ее улицам, паркам с ухоженной зеленью и фонтанами, любуясь многочисленными мостами и мостиками, не устаешь удивляться тому, с каким бережным чувством относятся астраханцы к истории своего города и как они заботятся о его настоящем. Продолжение следует...